В торговом центре Магнитогорска произошел пожар, всех посетителей персонал эвакуировали. Возгорание произошло согласно легенде. Сотрудники МЧС совместно с персоналом торгового центра отрабатывали слаженность действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На учениях побывала наша съемочная группа. Ровно в 10 часов утра в торговом центре сработал сигнал тревоги. Продавцы и посетители стали выходить на улицу. Бежать к выходу и за собой всех покупателей вывезти. В числе тех, кто экстренно покинул помещение Алла Еремина. Как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации продавец рыбного отдела знает. Выключить все электроприборы и быстрее на выход, в ближайшие дни, который выход там. А скажите, товар не жалко оставлять? Нет, в данный момент не жалко, конечно. Ну, жалко, но жизнь дороже. По легенде, учение возгорание произошло на складе. Причина – короткое замыкание. О происшествии сотрудник торгового центра сообщает в пожарную часть. Буквально через 4 минуты магнитогорские спасатели приезжают на место. В соответствии с федеральным законом пожарное подразделение должно прибыть на пожар в течение 10 минут. В данных учениях у нас принимает весь наш состав пожароспасательного гарнизона. Это порядка 60 человек. Цель данного учения – взаимодействие, оценить взаимодействие, потренировать как представителей данного объекта, так и наши подразделения в действиях при тушении пожара на данном объекте. Данный объект представляет собой как объект с массовым пребыванием людей, представляет определенные сложности, которые необходимо отработать, и что мы сегодня и произведем. По сценарию тактических учений покинуть здание смогли не все. Спасатели эвакуировали трех человек. Один из них якобы получил травмы. Навыки отрабатывает и персонал торгового центра. Такие мероприятия здесь проводят регулярно. Мы прорабатываем от теоретической до практической стороны вопроса. То есть инструктажи, безусловно, и практика действий. Было приятно увидеть, что сотрудник охраны, старшей смены охраны, не побоялся, сломал ограждение. То есть нашу материальную собственность для того, чтобы при условном пожаре, при условном сценарии все-таки отыграть ситуацию до конца. То есть он проявил решительные шаги, и он этого не побоялся. Вот это огромный плюс. Вот это нас, в принципе, по большому счету радует. Вот эти именно навыки, эти качества мы и воспитываем у наших сотрудников. Тренировка длилась около 30 минут. С поставленной задачей сотрудники справились. Позже они разберут недочеты и учтут их на будущее. Юлия Черешнева, Ольга Сухоплюева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.